приветствую мои друзья долго думала где же записать этот эфир или просто видео снять вот но даже если один человек будет присутствовать в эфире у меня сразу пойдет когда я просто сама с собой записываю видео просто включив телефон я не чувствую ну как будто я в одни ворота говорю да и я не чувствую как это сказать но вот эту вот энергию я не могу просто даже придумать что сказать вот я хочу сейчас сделать такую классную тему с пошаговой инструкции как вы можете решить свои проблемы в отношениях а может быть не в отношениях может быть в отношениях к к какой-то ситуации а может быть в отношениях к человеку вот да это же вас раз рада видеть в общем тема у меня такая почему мы любим то что ненавидим или почему то что мы ненавидим или того кого мы ненавидим нам не нравится мы испытываем боль мы испытываем печально но остаемся с этим да и туда много внимания почему который человек который нас игнорирует он нас тянет как магнитом почему человек который плохо с нами коммуницирует он холодный отстраненный то пропадает то появляется то приходит то уходит а нас туда тянет мы никак не можем отпустить на мне нравится отношение человека мы понимаем что он манипулятор мы понимаем что он там абьюзер какой-то либо ситуация какая-то очень неприятная но мы в не варимся если мы свое внимание отдаем людям которые ну мы так умом думаем не достойны вообще нашего внимания значит мы это любим куда внимание туда и любовь то есть любовь равно внимание это одно и то же то есть если мы с вами направляем внимание на какого-то человека не можем отпустить причем ненавидим его моментами постоянно почему он холодный почему мы порознь почему он игнорирует почему он не появляется почему он пропадает он безответственный он там хаос приносит жизнь он там жжет он изменяет он делает еще что-то либо ситуация такая я буду переключаться между ситуациями и человеком да но мы туда внимание мы не можем отпустить он нам нравится вот вам наверное знакомы вот эти вот качели почему так происходит в общем тема еще раз да почему мы любим то что нам не нравится если к нам придет в жизнь ситуация или человек который вот просто в нас вцепится и будет идеальным по нашим идеалам которые мы себе в голове нарисовали и внимание нам давать нам будет неинтересно скучно и мы будем сами холодны но стоит только погрузиться в какие-то отношения до или в какую-то ситуацию которая нас бесит раздражает мы туда все больше и больше внимания и если мы туда внимание то это значит мы любим нужно уже понять всем да что куда внимание то и любовь если вы говорите я не люблю вот это я не люблю вот это я не люблю вот это не важно что еда человек ситуация значит вы это любите и очень сильно любите вот я буду рассказывать немного хаотично потому что в нем сама мысли путаются от этой темы я постараюсь компоновать и дать вам пошаговую проработку как из любых ситуаций связанных с отношениями либо просто ситуации не связаны с человеком до вырасти до обрести вот этот покой понять для чего вам это нужно почему вы это любите почему вас туда тянет почему ваше естество хоть ум сопротивляется все время туда тянется и хочет хочет разобраться с этим потому что это вам надо это ваше желание ваше подсознательное желание души быть погруженным в это вы людей притягиваете только таких которых вы в основном там недовольны ими не любите ненавидите или еще что-то и при этом и любите одновременно потому что это и есть любовь туда куда тянет так вот давайте возьмем пример с отношениями вот у вас есть отношения с молодым человеком или с молодой особой неважно или не молодой он или она этот как можно сказать партнер давайте так возьмем партнер этот партнер холодный то туда то сюда то звонит то не звонит то игнорирует то не игнорирует вы вроде как порознь то нет вы хотите отношений а у вас они не складываются человек не хочет с вами отношений этот человек безответственный обещает и не делает этот человек сближается и отдаляется сейчас я картину просто рисую отношений примерно может быть и вы себя узнаете у кого такое было или будет или есть не знаю вот у меня часто такое и я кайфую от этих ситуаций вот я уже научилась в них сразу вот такой вот рост для себя делать то есть этот человек то с вами говорит там один день потом на пять дней пропадает молчит игнорирует у него какой-то или у нее хаос у этого партнера в башке одни обещания дальше что вы чувствуете безнадежность в этих отношениях вы чувствуете безнадежность с этим человеком безнадежность ситуации дальше нам нужно понять почему если вот все что я перечислила почему это вас еще держит почему вы до сих пор думаете об этом человеке почему вы до сих пор не разбежались не расстались не забыли даже если вы разбежались ваш мозг все время там но что со мной не так что я делаю не так что с ну что происходит почему тогда вы задаетесь вопросом думаете об этом человеке не можете никак этого человека забыть то есть он все время вашей голове и не важно еще пока вы вместе там или может быть уже разбежались но все равно вы не понимаете и вы все время туда внимание вот это ваше внимание это все время ваша любовь туда то есть вы любите вот эту ситуацию вы сами и создаете своим вниманием и своей любовью вам нравится это но мозг вам говорит вам это не нравится Вы это не любите, вы это ненавидите. А душа вам говорит, нет, вы это очень сильно любите. Почему? Потому что каждый человек для нас, он учитель. Мы своим желанием притягиваем ровно тех, кто может нас научить, ну как бы следующему этапу нашей жизни, который может дать нам тот опыт, который необходим. И именно без этого опыта мы не можем реализовать свои желания. Любые желания, которые у вас возникают в голове, требуют определенных ресурсов. Эти ресурсы эмоциональные, эти ресурсы в мыслях, эти ресурсы в действиях. И вам не хватает этих мыслей, этих действий, этих эмоций, этих чувств. Вот этого, то, что вам не хватает, придут люди и дадут вам. Но вы говорите, я это не люблю, а душа, нет, говорит, я это люблю, иначе я бы это не создавала. Иначе это бы отсутствовало в моей жизни, этого бы не было. Но вы это создаете не просто так, вы это делаете для чего-то. И вот давайте разбираться. Вот он холодный. На примерах просто будет понятно, если пошагово я вам объясню. Допустим, он холодный, она холодная. Партнер холодный. Мы себе говорим, сразу начинаю с инструкции, то, что мы должны взять вот тетрадку, листочек и начать писать. Мне нужно стать холодным, холодной. И для парней, и для девчат раз объясняю. Не знаю, как... Чтобы не повторять сразу, давайте я от женского имени буду, от своего говорить. Про партнера, мужчины вы сразу переводите на женщин. Давайте так, а то я буду двойную вот эту работу делать. Мне нужно стать холодной. Этот учитель, который показывает свою холодность, пришел с ресурсом, которого мне не хватает. Мне надо стать холодной. Где я могу быть холодной? И противоположность холода – это горячесть. Но холодное – это отсутствие. Холодное... Какие еще синонимы могут быть? Холодное – это неприсутствующий. Холодный – отстраненный. Холодный... Ну, примерно такое. Это не холодная вода, а лед. Да, это холодные чувства. Вот, мне надо в чувствах стать чуть-чуть холодной для исполнения моих желаний. И это будет для меня очень горячо. То есть, стать трезвой, да, стать принимающей. То есть, я без эмоций, без чувств просто принимаю мир таким, какой он есть. Все идет своим чередом. Я себе это пишу и записываю, чтобы у меня нейронные связи это все запоминали. Обязательно ручкой. Так должно быть. Я просто это принимаю. Это не холодно мне, не горячо. Это не хорошо. Это не плохо. Я просто принимаю. Мне это нужно для чего-то. Это просто мир. Он идет чередой. Что бы я хотела или не хотела. Не важно, у меня мир, а вокруг меня проплывают другие миры, которые я просто могу холодно наблюдать. Я не могу повлиять на другие миры, на другого человека, на ситуации. Я не могу влиять. Я просто могу наблюдать и принимать. То есть, мне нужно стать отстраненной, холодной. Мне нужно говорить себе, я не знаю, почему-то это хорошо. Мне надо перестать реагировать. То есть, я должна трезво оценивать ситуацию, что все идет чередом. И это пройдет, и это пройдет, и это будет, и то, и это зачем-то мне нужно. И это почему-то должно быть вот именно так. Я должна это принимать, и не вот это вот на эмоции, ага, холодный, холодный человек просто решил меня научить, что мне не хватает сейчас для моих желаний, для моих отношений. Да, я хочу построить отношения. Или я хочу работу, или хочу денег, я хочу счастье, я хочу испытывать комфорт. Мне для моего вот этого чувства комфорта, счастья, радости не хватает вот этой вот холодности. Холодность – это неплохо, это нехорошо. Это просто спокойное присутствие себя в этом мире, в себе, да, в спокойном наблюдении как Творца за этим миром. Это неплохо. Просто человек уже начинает, который меня выбешивает, вот-вот прям, я не могу, он меня игнорит, он холодный, он мне нравится, но я его ненавижу за то, что он холодный. И вот эта ненависть, она показывает силу любви. Чем больше я ненавижу, чем сильнее я это люблю. А люблю, потому что холодность – это моя вторая суть. То, что я в себе не раскрыла, то, что я в себе не вижу, то, что я не использую. И вот эта холодность, она мне нужна, просто остро необходимо достать ее из себя. Ну как я ее обнаружу? Только посмотрев в зеркало. Я не вижу своего носа, лица, мне надо к зеркалу подойти, увидеть свои глаза. И вот мужчина становится вашим отражением, или женщина, там, ваш партнер. И он показывает, что, Нелли, будь холодной, вытащи из себя то чувство, которого тебе не хватает. Делай, как я. Понятное дело, как только я это приму, попрактикую, как только я начну смотреть на мир вот с этим принимающим, женская энергия принимающая, все как есть, спокойно, ровно, без эмоций. Ну и хорошо, ну и классно, ну это чему-то меня научит, это мне зачем-то нужно. То этот партнер сразу же поменяется, поменяется, потому что ему уже не нужно нас учить. Этот урок, который он нам преподавал, он будет уже нам преподнесен, мы уже идем на следующую ступень. Этого урока уже не будет, его холодность растает. Дальше, мне надо научиться отстраненно, он отстраненный, да? Мне надо научиться отстраненно, отдельно, не вовлекаясь, жить своим миром и наблюдать другие миры. То есть у каждого человека свой мир. Я могу принимать его мир, наблюдать, учиться, коммуницировать, общаться, обмениваться энергией, обмениваться вниманием, любовью, обмениваться всем то, что мне необходимо, уроками, опытом. Но влиять и попытаться поменять учителя я не могу, мне это не нужно делать. Мне нужно стать отстраненной и наблюдать свой собственный мир, да, и жить своей жизнью. Мне не нужно вовлекаться в жизнь чужого человека, не то что даже поменять его, да, а внедриться и начать пытаться вместе делать по моим желаниям, как я хочу жить, да, нашу жизнь. То есть он хочет вот так жить, я хочу вот так жить, но я могу жить только так, как я хочу, да, и никому не навязывать. И тем более не пытаться перенять жизнь другого. Так, что дальше? Я тут тебе просто планчик написала, да, чтобы не сбиваться хаотично. Так, на расстоянии, то есть мы отстраненно, так же просто наблюдаем миры, принимаем холодно, отстраненно, занимаемся собой. Вот как только появляются какие-то люди в окружении, я начинаю погружаться в них. Клиенты, это друзья, партнеры, кто угодно. Я перестаю заниматься своей жизнью. И мне постоянно мой мир зеркалит, что... Харе, перестань. Ты делаешь одну и ту же ошибку. Надо снова вспомнить, что перед тобой зеркало, все люди тебе просто показывают. Обрати внимание и сделай точно так же, как делаю я. Но не меня игнорь специально, чтобы вот-вот прям, чтобы проманипулировать. Нет. А делаешь это из любви не для него, а ради себя. То есть ты уже игнорируешь этого человека не потому, что ты его специально игнорируешь, а потому что ты просто забываешь внедряться в его жизнь, потому что занимаешься собой. И, естественно, эти миры начинают друг друга вливаться в друг друга. И вы уже чем-то занимаетесь вместе. Но как стоит только переключить внимание своего мира, своей жизни на него или на неё? Всё, эти миры начинают разлетаться. Так, мне нужно больше коммуницировать игнором. То есть он игнорирует. Игнор, противоположная, это коммуникация. То есть мне нужно коммуницировать со всем миром игнором. Чем больше я игнорирую этот мир, ну то есть просто наблюдаю без вовлечения, тем больше он коммуницирует со мной, как ни странно. И этому тоже мне, естественно, нужно научиться. Я сижу, пишу это, осознаю, нахожу противоположность и соединяю, просто рассуждая, почему это одно и то же, почему коммуникация игнор — это одно и то же. Я игнорирую, и это уже будет коммуникация с этим миром. Потому что я буду максимально, тотально в наблюдении, без какого-либо желания что-то поменять, внедрить, притянуть, при себе оставить, заставить, изменить, что угодно. Я просто наблюдаю. И когда моё наблюдение фокусируется вокруг на всех, на этом мире, но без вот этого эмоционального вовлечения, то вы начинаете замечать кучу деталей, замечать кучу ресурсов, замечать кучу людей. И как они вас всех любят, понимают, и что эти люди готовы с вами быть всегда и рядом, и помогать, и так далее. Но когда вы не пытаетесь их насильно держать, а когда вы просто наблюдаете и спокойно живёте свою жизнь, и этот мир в вас вливается. Я не знаю, как на уровне чувств это объяснить, но, может быть, примерно поймёте. Ну, как смогла объяснила, сорян. Так, дальше. Он то появляется или она, то появляется, то пропадает, то игнорит, то звонит, то не звонит, то пишет, то не пишет, что приходит, то не приходит. Значит, я здесь пишу. Я проявляюсь, когда пропадаю. Если я появляюсь в чужом мире, я пропадаю в своём. Мне надо даже немножко отойти, чтобы меня лучше разглядели. Чем дальше, тем лучше. Чем дальше, тем вас виднее. Тут даже, если взять два мира, да, которые коммуницируют, два человека, и попытаться их растянуть энергетически, как будто вот на резинке. У меня такая ассоциация приходит. И чем больше ты отходишь, тем сильнее тянет тебя обратно и этого же человека тоже. Как ни странно. Но опять же, не все люди пришли создавать с нами семью. Есть люди, которые пришли учителями на один день. Поэтому не надо зацикливаться, что вы отходите, а он, скотина, не притягивается. Или она. Вот. Вы должны холодно и отстранённо за этим наблюдать. Ну, то есть ваше, оно никуда не уйдёт. Ваше, оно будет с вами. Просто не нужно вовлекаться и жить чужой жизнью. Это самое главное. Вот этот вопрос ещё был. А если это отношения с мамой, то же самое. Неважно. Это друг, это партнёр, это человек на работе, который с вами работает. Это ваш босс, это ваш любовник, ваш муж, ваши дети. Неважно. Неважно даже, что это не человек. Это может быть просто ситуация, на которую вы должны реагировать спокойно, с наблюдением, замечая все детали, любя, формируя её в своём пространстве, эту ситуацию, либо человека, просто давая этому быть, просто давая этому жить, присутствовать вокруг вас. Но стоит вам захотеть это удержать, это от вас очень быстро уходит. То есть не нужно ни за что держаться. Так. Дальше. Я написала «человек безответственный». Меня бесит, что он безответственный. Но я же всё равно тянусь к этой безответственности. Почему? Потому что мне нужно научиться этой безответственности. Я безответственна. Я принимаю это в себе с любовью, благодарностью. Да, и мне нужно эту безответственность из себя вытащить. Я веду эту жизнь без ответа за другие миры, за ситуации. Всё идёт своим чередом. Я не могу держать ответственность за чужие миры, за чужих людей, за ситуации. Я даже за свой мир-то ответственности не могу держать, потому что я не знаю, какие миры и ситуации мимо меня проплывут. Как я могу держать ответственность? Ответственность – это уже дикая привязка, в которую мы вовлечены, и это будет всегда от нас убегать. Это не значит, что нужно нарожать детей и безответственно их выкинуть. Нет, мы сейчас про другую безответственность говорим. Не про ту ответственность, когда вы приняли решение и стойко стоите на этом решении до конца. Надо ответственность обязательно держать. Вы приняли решение рожать детей, вы рожаете, вы их воспитываете, и вы с ними. Вы приняли решение создать семью, вы не должны отходить и ответственно подойти к созданию семьи и работать над этим. Это всё понятно. Сейчас мы говорим про чувство ответственности и безответственности, которое немножко отличается от внешних наших действий. Это когда мы не можем за этот мир, который нам не подвластен, держать ответ. То есть мы не можем решать за события, которые вокруг нас происходят. Мы можем их только принимать, извлекать уроки, использовать, оборачивать свою пользу, получать опыт, расти, получать знания, получать уроки. То есть только так мы можем жить. Но ответственность за эти ситуации, что они с нами произошли или не произойдут и соломку себе стелить, мы не можем. Мы не знаем, что будет через минуту, мы не знаем, ну примерно спрогнозировать мы можем. Но опять же, бывают такие моменты, когда это невозможно. А тем более мы не знаем, что будет завтра. Примерно мы можем просчитать по своему прошлому завтрашний день, но он всё равно не будет таким, какой мы вот себе там запланировали. Что-то, но всё равно будет по-другому. Мы просто это можем принять и наблюдать. То есть ответственность, когда вы пытаетесь держать контроль, я пытаюсь держать контроль за отношения, за ситуацию, контролировать человека, чтобы он мне каждый день писал, чтобы он мне каждый день звонил, приходил или ещё что-то. Я не могу. Я могу просто понять, простить и любить всё. Вот, занимаясь своей жизнью и любя себя безумно, потому что всё остальное неважно. Так, следующее, что мы прописываем. Я не могу держать ответственность. Ой, я заранее сказала, у меня здесь написано. Я не могу принимать с такой большой ответственностью чужие миры. Я не могу их контролировать, этих людей. Я не могу взять ответственность за события. Так, потому что я ничего не знаю. И я не знаю, с кем я столкнусь, с какими ситуациями я столкнусь. Поэтому, увы, тут никак. Так, чем дальше я, тем ближе. Тоже про резиночку уже говорила. Чем ближе к цели. Ну, например, человек всё дальше и дальше от меня. Чему он пришёл меня научить? Этому чувству, которое тоже нужно использовать. Мне нужно дальше и дальше отдаляться. Отдаляться от прошлого. То есть оно прошло, оно ушло. Оно было. И не надо за него держаться. Всё, что было минуту назад, но в прошлом. Вы должны это отпустить. Вы должны жить в настоящем. Будущее не наступило, прошлое уже ушло. Вот в настоящем моменте. То есть будьте дальше и не пытайтесь вближаться с этим прошлым вашим. И также не пытайтесь вближаться с будущим. А вы всё на будущее. Пытайтесь его притянуть быстрее и быстрее, выпуская вот это настоящее. То есть мне для моих желаний, для создания семьи, для создания моего бизнеса, или для создания моего счастья, радости в этой жизни, создания великолепной моей жизни. Не хватает быть дальше вот этого чувства. Я всё хочу ближе ко всему быть. Ближе к денежкам, ближе к клиентам, ближе к любимому, ближе к радости, чтобы всё прям рядом со мной было. Мне не хватает чувства, которые я отрицаю и не вижу. И партнёр приходит и показывает, будь дальше от всего. Абстрагируйся. Абстрагируйся и научись этому. Понятно, это не для всех. Это для тех, у кого возникает ненависть, нелюбовь, непринятие, непонимание, да, к людям, которые вам это транслируют. И тот, кто вам это транслирует, он просто показывает, вот этого вот, чувств вот этих не хватает именно вам прямо сейчас. И мне мой любимый транслирует, что я отдаляюсь от тебя, потому что тебе нужно научиться отдаляться от всего. Не фокусироваться, и не вот это вот дайте мне побольше, отдаляться от своего прошлого, от будущего, в настоящем моменте находиться, не хватать ничего, не пытаться ничего удержать, ни деньги, ни знания, ни людей, ни этот миг, ни это время, которое сейчас есть, ни ту молодость, ничего не держать, да, отдаляться, да, принимая следующий шаг, этот миг в этом мире. Дальше, чем ближе я к началу, ну, пытаюсь возвратиться, да, в исходную позицию, там, того прошлого события, которое произошло, вернуть те отношения, там, какие-то, или начало отношения, они-то развиваются, да, тем больше я отдаляюсь от всего вот этого. Чем ближе, тем дальше, то есть, чем ближе вы пытаетесь приблизиться, то, тем дальше вы отдаляетесь. Чем вы дальше отдаляетесь, тем ближе к вам это все приходит, самое, что и интересное. То есть, если вернуться к самому изначальному шаблону, мне надо быть, стать холодной, отстраненной, игнорировать, ну, прошлое, игнорировать, там, какие-то негативные мысли, научиться игнорировать, вообще все игнорировать, просто принимать с любовью, наблюдая, без эмоций. Можно с эмоциями, ну, главное, чтобы чувства были, да, блаженства, что, ну, вот оно есть, оно так происходит, и это классно, мне нужно вот так научиться жить. Я же, ага, мне нужно с утра до вечера кого-то пилить, претензии всем накидывать. Ну, я такая, да, и этот человек очередной в моей жизни пришел мне показать и научить меня, что, ну, хватит, здравствуй, граблен, или наступать, давай. Так, он отсоединяется, я должна тоже отсоединиться, тем самым я еще ближе присоединяюсь, то есть, вот этого чувства отсоединения, не держаться ни за что, заниматься собой, своей жизнью, с кайфом, вот этим, каждой минутой просто то, что сейчас происходит, увлеченно здесь, да, не вовлекаться и не держаться, отсоединяться, да, от всех вот этих мыслей, а вот не получится, а вот я не знаю, а вот что будет, а что я буду дальше делать, надо отсоединяться от этого всего. Человек учит просто мне отсоединяться, и я должна это сейчас практиковать, чтобы и у него это все поменялось, и во всех ситуациях остальных поменялось, то есть, как только я разрешаю себе эти чувства, то, что я ненавидела, начинаю любить, потому что я понимаю, почему это хорошо, почему это мне надо, как это обрести на пользу себе, перевернуть, то сразу меняется мир во всех людях, во всех ситуациях, во всех событиях. А почему так? Чем мы ближе, тем желание дальше, обидно. Ну, я уже тут полчаса объясняю, что тебе надо понять, что, почему чувства дальше, это круто, это классно, тебе нужно научиться, ты отрицаешь дальше, оно тебе до сих пор не нравится, ты до сих пор это не любишь, а если ты это не любишь, ну, мозг твой уже сфокусировался на этом и показал тебе, так, ты это не любишь, это вызывает у тебя какие-то чувства, значит, тебе это надо, разберись с ними, тебе не хватает вот это чувство дальше, понять, что оно нафиг тебе вот это ближе не нужно, ты привыкла все притягивать близко и вот так вот рассматривать, а тебе нужно отойти и увидеть картину целиком подальше, отойти и увидеть мир больше, не в телескоп близко в подзорную трубу смотреть, да, а вот так вот на весь мир, да, широко, принимая все стороны, все грани, а ты одну грань отрицаешь, я тоже отрицала, мне сейчас для моих желаний не хватает отойти подальше и увидеть больше, понимаешь, и вам просто показываю, как это можно проработать, самим сесть, взять тетрадку, выписать, да, что мне не нравится в отношениях в этом человеке или в этой ситуации и почему я это ненавидя, люблю, потому что если бы я действительно это ненавидела, меня бы здесь не было, я бы развернулась, ушла и забыла бы тут же, но я это помню, я это не забываю, меня это не отпускает, я нервничаю, грущу, на меня накатывает депрессия, почему, почему я ворюсь в этом, потому что душа меня не отпускает из этой ситуации, не отпускает от этого человека, пока я не научусь, он не отпускает, моя душа не отпускает меня от этого человека, пока я не выявлю урок, что он мне принес, что он мне дал, он мне подарок, дары дал, понимаешь, дары, которые я не использую и считаю, что это плохо, и это мне не нравится. Но вот то, что нам не нравится, это и есть то, что мы больше всего любим, и любит наша душа, и требует это от нас, чтобы мы быстрее это осознали и начали применять, принимая, что, блин, мы такие, и это надо использовать, а не давить себе где-то там в глубине, и быть такими же, но не по отношению к другому миру, к человеку, а к себе, к своему миру и к своим чувствам. То есть если человек игнорирует, это не значит, что мы его должны игнорировать, нет, мы должны научиться игнорировать чувства, которые нам в данный момент мешают быть здесь сейчас и радоваться этой жизни. Мы должны игнорировать это прошлое, которое уже ушло. То есть мы должны научиться не зеркалить человеку действие на действие, то есть он обидел, и вы должны его обидеть, нет, он дальше, и вы должны от него, нет. Я от этого человека не должна отстраняться, абсолютно нет. Я не должна его игнорировать и так же ему не писать, я буду продолжать ему писать, нет. Нет, мне надо сейчас понять, какие дары он мне показывает, какие чувства я в себе спрятала. Игнорировать это чувство, чувство тотального вот просто невидения чего-то, что с пользой я могу не видеть. Херню всякую я не могу не видеть, которая меня там выбешивает. Я могу игнорировать токсичные те же мысли. Я могу игнорировать время, которое я рисую там в будущем, что там случится со мной. И в это время, проигнорировав мысли о будущем, я могу находиться здесь сейчас. Могу игнорировать мысли о прошлом, о сожалениях, каких-то обидах или еще что-то, чтобы находиться здесь сейчас. То есть мне научиться надо этой силе игнора. Игнорить то, что мне не полезно, то, что убивает меня и отбирает мою энергию, то, что отбирает мою радость, то, что отбирает у меня счастье. То есть я должна научиться игнорировать. Не человека. Еще раз говорю. Я не учу вас поступать так же, как делают люди. Я учу вас другому. Вы должны понять, что этот Петрушка на самом деле просто ваше зеркало, ваш учитель, ваше отражение, которое пришло учить вас счастью, любви, радости и наслаждению этой жизни, быть просто в этой жизни. И все, что вам не нравится, вы думаете, это мозг говорит, я это ненавижу, это мне не нравится. И поэтому все больше и больше вас он в этом оставляет, и вы от этого никак уйти не можете. Вы это любите, очень любите. Душа ваша это любит. Но просто вы этого не знаете почему. Берем тетрадку и начинаем узнавать, расспрашивая себя, почему его игнор мне нужен, почему я должна научиться игнорировать, что я должна научиться игнорировать, естественно, не человека, какие чувства должна игнорировать, либо что я должна в жизни игнорировать, как этот игнор и есть полное соединение, как это игнор и есть коммуникация с этим миром. То есть чем больше я игнорирую, то, что отжило, ушло, не нужно мне, тем больше я соединена с этим миром, наслаждаюсь этим миром в настоящем моменте, и кайфую, и я счастлива. То есть, чем больше, тем меньше. Чем меньше, тем больше. Чем дальше, тем ближе. Вот так, дальше. Он все время молчит, да? Мне нужно научиться чему? Молчанию. Человек очень мало говорит, да? С которой у меня любовь. Он все делает делами. Ему нет времени на звуки. Он это все делает действиями, энергией, телом, глазами, все что угодно. Мне нужно научиться меньше издавать звуков, а больше действий. Мне нужно говорить молча, говорить с ситуациями, поведениями, действиями, чувствами, да? Картиной своего мира. То есть, я могу просто вообще в ту сторону ничего не делать, а я могу много рассказать о себе, живя прекрасную свою жизнь. И вот этому миру я могу дать только показать себя, да? Ну, как бы, как мы себя, проявления свои я могу миру дать только своим личным присутствием в своей собственной жизни. и все. Вот так. Так, дальше. Этот человек раздражает меня, я ненавижу, потому что у него постоянный хаос в голове, он несобранный, хаотичный, мне все нужно по полочкам, все по целям, по планам и так далее. Хоть я и говорю, я живу без плана, но у меня все равно есть план. Как бы я не отрицала, план это тоже хорошо, неплохо, нехорошо, цель неплохо, нехорошо, бесцельность неплохо, нехорошо, надо и то, и то использовать, и все противоположности, они все нам нужны. Так вот, мне нужно срочно найти хаос, то есть в самом хаотичном хаосе самый лучший порядок. Хаос это идеальный порядок, порядок это и есть хаос. Жизнь, она течет, как вода, затекая во все берега. Надо потоку вот этой жизни отдаться, пускай в хаосе расползается моя энергия, мое внимание, моя жизнь, да, обволакивая наилучшие события. Если я буду контролировать планом, целей, целями свою жизнь, я просто очень много упущу возможностей, людей, событий, ресурсов, энергии, событий, которые были наилучшими, потому что мне нужно проконтролировать только так, как нарисовал путь мой ум. Поэтому хаос это лучшее, что сейчас мой учитель мне показывает. Расслабься, отдайся потоку этого хаоса, этой жизни и просто наслаждайся, как на качельках. И этому тоже он меня учит. И сейчас мне надо попрактиковать этот хаос и просто немножко выйти из моей плана, как это сказать, планомерной вот этой жизни, да, и сразу же поменяются события, сразу же поменяются варианты и ход течения вообще жизни, как только я разрешу себе просто расслабиться, просто понаблюдать, откроется куча возможностей. Но нет же, мне надо контролировать, я чётко знаю, что вот так сейчас вот у меня вот так, это вот так, это вот так. Он меня учит хаосу. Как только я попрактикую его какое-то время, это может быть день, это может быть год, неважно, как только это внедрится в моё сознание, я больше хаоса в этом человеке не увижу. Это будет гармония хаоса с порядком, где это будет целостность. Так же, как и во всех остальных вот аспектах, которые я написала, что там он любит игнорировать всех, ну не только меня, вот. хотя поступки говорят о другом. Очень, 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 очень не игнорит он нифига, вот, но игнорит, там, допустим, в написании текста в телефоне, и там на 2-3 дня может пропасть, но его поступки говорят в тысячу раз больше, да, и что он в целом делает, да, но я не хочу это замечать, зачем? Мне не важно, что там мне телефон купили, квартиру мне там на год оплатили, мне не важно, что мне машину сейчас вот дают, я сейчас поеду там учиться на права, там, мне не важно, что мне визу делают, там, вообще все очень важно, ты просто не пишешь мне, все, ты говнюк, но вот я так реагирую, да, и этот учитель, я на своем примере пытаюсь просто вам показать, чтобы на примере, может быть, понятнее было, да, он просто мне показывает, то, что на самом деле я бы тебе это писал, но тебе уроки надо пройти, ты меня в этот мир свой впустила, для того, чтобы я тебя чему-то научил, я ему очень благодарна за это, когда провожу вот эту вот работу над собой, я вижу, ну, я не первый день это делаю, как моментально меняется реальность, моментально меняется человек, ну, либо отношение мое к нему, я не знаю, как это происходит, ну, это происходит, дальше, ой, что бы он там ни делал, но когда он молчит, мне кажется, что моя жизнь безнадежна, отношения безнадежны, никакой надежды нету на светлое будущее, и я страдаю, ухожу в депрессию, мне плохо, вот, и я начинаю говорить, так, безнадежность как раз-таки и дает надежду, потому что не надо ни на чё надеяться, ни на что, вернее, надеяться это хрень собачья, да, это вы ведомые, как там, ведомые, ну, кто у нас надеется, это не творцы своей жизни, а жертвы, какая может быть надежда, нет никакой надежды, есть только здесь и сейчас ваши мысли, ваши там планы, ваши желания, ваши руки, ваше тело, ваши действия, да, ваше наблюдение, ваше спокойствие, ваше чувство, ваша принимаемость до этого мира и польза, которую вы извлекаете из этого, это всё, что у вас есть, да, но никак не надежда, надеяться и ждать у моря погоды это самое глупое, что можно вообще себе давать, так вот, безнадежность, которой он учит меня, он всё время вызывает у меня эти чувства безнадёги, блин, всё, не исправить, бывает такое, впадаю в это, но это и хорошо, чем глубже я впадаю во что-то и ненавижу, тем сильнее я это люблю и душа пытается показать мне именно туда, прям внедрись, вот так вот, прям внедрись и изучи эту тему, почему тебе это нужно, для чего ты хочешь, чтобы он тебе показывал и вызывал чувство безнадёжности, а чтобы ты перестала надеяться на всё вот это вокруг, на вот эти события и просто жила, просто наблюдала, да, наслаждалась теми мирами, которые мимо тебя проплывают, какие-то на день, какие-то на годы, какие-то десятилетия, какие-то там месяц, неважно, ты просто это принимаешь, учишься, проходишь уроки, растёшь, расширяешься, наполняешься, кайфуешь, ты просто живёшь, да, и всё, и это мне надо, да, никакой надежды на что-то потом где-то там будет, это не нужно, это просто слив энергии, который мы зазря вообще тратим своё время, мне нужно понять, что чувство ненадёжности это круто, это самое надёжное, то есть я не могу надёжно полагаться, что у меня будет всё плохо, это ненадёжно, потому что после плохого всегда хорошее, после хорошего всегда плохое, у нас всегда горки, у нас всегда уроки, мы не можем вот так вот, как мертвецы на одном линии быть, нам всё время нужно вот так, нам всё время нужна энергия, нам всё время нужно проходить урок, практика, урок, практика, это нормально, это хорошо, это так должно быть, когда ничего не происходит, люди попадают в психушку, когда ничего не происходит, они идут пить антидепрессанты, когда ничего не происходит, у них психиатры, потому что жизнь тлен, это депрессия, и вы должны это понять, что депрессия вызывается тем, что ты просто в безысходности, у тебя ничего не происходит, да, у тебя вот там, допустим, муж умер или дети, и всё, и дальше просто вот ровная линия, и ты уходишь в депрессию, у тебя нету, ну, жизненного вот этого всего, что должно, что-то тебе даёт энергию, жизнь, благодаря которому ты двигаешься в переменах, то есть у тебя нету перемен, всё, ты жить даже не хочешь, мы уходим, поэтому безнадёжность — это хорошо, в надежде жить ты просто упускаешь в настоящий момент здесь, сейчас самую классную жизнь просто, так, подытожу, я заявляю, это я сама себе говорю, мне так нравится, вы можете говорить себе по-другому или вообще ничего не говорить, я просто показываю схему, как можно офигенно проработать, чтобы, ну, этот, ваш, когда по-другому сказать, ум вас отпустил, чтобы вас отпустило просто, наконец-то, от этой наркоты умственной, ну, мысли вот эти токсичные — это наркотик, эти токсичные мысли проецируют вот эту наркотическую реальность, в которой вы вообще наблюдаете, думаете, что за ужасы вообще происходят, почему вот столько проблем, вот, надо, чтобы вас отпустило, вы расслабились и такие, блин, кайф, вы себе говорите, я заявляю свою волю, я принимаю с любовью и благодарностью, там, допустим, моего учителя, моего любимого учителя, который учит меня молчать, да, наблюдать, поменьше звуков и там каких-то, как это сказать из слова, опыт, берусь, суеты, суеты, вот, побыть в себе, помолчать, уединиться, да, погрузиться в себя, в своё время, в свой мир, сосредоточиться на себе, на своей персоне, на своей работе, на своём хобби, на своём здоровье, на своём теле, там, на чём угодно, на обучении, на книжках, то есть, начать погружаться, да, в свою собственную жизнь, а не жить от ожидания, от ожидания, когда он тебе напишет, да, и вы куда-то там пойдёте, чтобы он тебя там развлёк, нет, вообще так нельзя делать, нужно, вернее, читаю дальше, я заявляю своей волей, благодарю своего учителя, что он учит ценить своё время, потому что он, он ценит своё время, он занят 24 на 7, учёбой, работой, у него не один бизнес, и он просто очень-очень занятой, естественно, на меня не всегда есть время, так он учит меня тоже находить на себя время, то, что я на себя время не нахожу, у меня, как только он там напишет, я срываюсь, всё, пофигу на работу, на хобби, на дела, на себя, на все свои планы, я просто вот так вот бегу, он меня учит ценить своё время, да, учит ценить себя, учит любить себя, и моё ценное время, мои границы тоже должны быть, потому что если он 2 часа ночи напишет, типа, поскакали в ресторан какой-нибудь, я же всё брошу, проснусь, оденусь и поскачу, да, нельзя так делать, надо выспаться, надо научиться иметь границы свои, да, и показывать, что вот так мне не нравится, вот так я не буду, и вот по первому требованию тоже не побегу, надо учиться мне заняться собой, заниматься, да, я не могу, мне хочется погружаться в других, в другие миры, пытаться их исправлять, переделывать, и вот всё этот человек мне транслирует, но стоит мне вот этому всему научиться, да, то, что он показывает, картина мира вообще поменяется кардинально, человек, ситуации, всё будет по-другому, так, надеюсь, этот эфир был для вас полезным, и вы для себя осознаете, что то, что вы сильно ненавидите, это то, что больше всего любит ваша душа, которая хочет это, чтобы вы себя вытащили, осознали, покрутили, подумали, что это такое, почему я это ненавижу, почему мне это не нравится, почему очень много моего туда внимания, привязки я отцепиться не могу, так может быть не надо отцепляться, так может не надо ничего с этим делать, может быть просто рассмотреть, принять и использовать, использовать с большой-большой для себя пользой, тогда вы начнёте обретать свою целостность, начнёте обретать гармонию с собой, да, и с этим миром, и соответственно и коммуникации с другими людьми, и с работой, и с партнёрами, с детьми, с родителями, с мужьями, с жёнами, у вас вот это вот всё сгармонизируется, а вы просто живёте либо умом, который манипулирует нами же, наш собственный ум, нами манипулирует, ему выгодно, у меня есть книжка, если бы не это, то ты точно был бы счастлив, очень много глав про ум, как он нами руководит, и для чего он это делает, каким образом мы отдали ему бразды правления, это ещё одна большая тема, когда её пять часов рассказывает, лучше книжку почитайте. Дальше, я забыла, про ум, до этого чего я говорила, всё, потерялась, прочитаю там один вопрос, Нелли, а муж абьюзер и тиран, чему учит? Ну вам тоже надо стать абьюзером и тираном, вот и всё, что я тут люблю? Вы любите, то есть, любовь это внимание, вы создаёте своим вниманием, то есть, энергией, желанием, то есть, у вас появилось желание, и ваши действия неосознанные, это создают, это и есть процесс создания, вашего творчества и проявления, собирания образов вокруг себя, этих в виде людей, животных, мира, всего, да, это и есть процесс любви, акт любви, это создание, да, мира, который вокруг вас, ситуации, которые вокруг вас, людей, которые вокруг вас, то есть, вы это любите, это вы должны признать в первую очередь, как только вы признаёте, что всё, что вы ненавидите, вам не нравится, это и есть самая большая ваша любовь, которую надо рассмотреть, принять и понять, тогда можно переходить к следующему шагу, к рассмотрению, а что это такое? Абьюзер, это слово, которое недавно к нам вошло, в обиход, и все кричат, я до сих пор не совсем глубоко понимаю это слово, то есть, вы для себя его распишите, что я понимаю под словом абьюзер, это он какой? Такой, 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 разложите по полочкам 100 ингредиентов, разберите, вот, абьюзер это борщ, да, и там куча-куча морковки, картошки, так далее, каждый ингредиент, какое-то чувство, которое он вызывает, то есть, он манипулирует, мне нужно научиться манипуляциям, манипулировать я должна научиться, это классно, чем я могу манипулировать? Подумайте, я могу манипулировать своим счастьем и радостью, я могу манипулировать своим умом и сознанием, для того, чтобы погружаться только в кайфушки, я могу манипулировать, да, какими-то событиями, не вовлекаясь в них, да, рассказывая уму, что ты дурак, как зачем туда лезешь, нафига тебе это вспоминать, какого хрена ты эти токсичные мысли свои гоняешь. То есть ты выходишь из ума вот сюда наверх и начинаешь наблюдать как бы сверху над умом, о чём он нахрен думает. А он думает какую-то фигню. И вот ты начинаешь с этим умом разговаривать. Самое, что интересно, когда ты разговариваешь сам собой, это ты разговариваешь и ум отдельно. И вы вообще как отдельные сущности, вот поговорите. Как я могу поманипулировать? То есть манипуляция, это же не только во вред её можно использовать, но и во благо, в плюс. Можно, допустим, человека, который... У него сгнили зубы, вот как у моей мамы. Мне пришлось им манипулировать очень жёстко. И это было два месяца с темой, что она меня выгоняла из дома, я уходила к подружке жить. Чуть не улетела с этой Камчатки. Почему? Потому что у неё, ну, начала гноиться кость. Ей поставила я импланты в девятнадцатом году, блин, двенадцать... Семь, семь штук. Вот, ещё свои корни были. И протезы металлокерамические, о которых я не знала, что они хреновые. Так вот, там всё было плохо. Вот просто вот там у мамы были воспаления во всём теле. Мы не могли понять, почему. А это уже кость гнила, потому что вокруг имплантов там просто пипец был. Да, мы приехали, сняли протезы, у неё выпали вот так импланты. И мне пришлось манипулировать, извините, что так долго объясняю ситуацию, чтобы она поехала со мной в Турцию. Она пыталась мной манипулировать, а я ей. Но я это во благо сделала, чтобы отвезти её в Турцию, сделать ей зубы, заплатить, всё организовать. И мне пришлось приложить кучу усилий, чтобы это сделать. Но я это сделала во благо. Я не оставила её там помирать потом с этим гноем по всему телу. Я не знаю, в мозг бы пошло, что я потом бы делала. То есть вы манипуляцию должны включать во благо, а не в то, что вот прямо... Знаете, манипулируют для того, чтобы человека контролировать, контролировать, притянуть и вот возле себя поставить. Нам это делать не нужно. Мы манипулируем своим собственным умом и событиями, не внедряя себя в своё внимание, в то, что нам не нужно, и в то же прошлое. Проманипулировать, пообщаться со своим умом, чтобы он там перестал обижаться на что-то, понять, почему обида — это ни хрена не обида, и это нам нужно зачем-то было, там какой урок. Как только вы извлекаете из обиды урок, вы понимаете, что это так охренительно. Вы уже начинаете ноги целовать этому человеку, а не в обиде на него быть, потому что вы понимаете, зачем он это сделал, так как это не его желание было, ну, встречное желание, ладно, это ваше желание было притянуть его, чтобы он вам дал по голове. Вы, не понимая этого, ум вами манипулировал. Думаете, что, блин, какой он плохой, и я теперь в обиде. Но когда вы разобрали, для чего он дал вам по голове, чему пытался научить, а вы никак не хотели, вы готовы его на руках носить после этого. Там обиды уже нету. Это тоже своего рода манипуляция, но над своим умом, когда вы будете с ним разговаривать. Плюс что ещё входит в этого абьюзера вашего и тирана? Помимо того, что он манипулирует. Он прикладывает силу, да? Он пытается силой вас подавить. Вам научиться нужно извлекать свою собственную силу, которой вы не пользуетесь. А вам нужно научиться подавлять. Что можно подавлять? Депрессию вашу подавлять можно, токсичные мысли подавлять ваши можно, ненужный вам мусор можно подавлять. А вы не подавляете, да? И он показывает вам. Надави, пожалуйста. Надави на себя и пойди в эту долбанную качалку. Надави на себя и займи своим здоровьем. Надави на себя и перейди на нормальное здоровое питание. Хватит убивать свой организм. Просто надави на себя, да? Приложи силу. И он этому учит. И если вы пройдете эти уроки, будете самым сильным человеком. Еще непонятно, кто кого потом абьюзить и тиранить будет. Но на самом деле, это вы тиран и абьюзер. Вы даже не замечаете, как вы, как жертва, им манипулируете. А он бесится. Потому что жертва – это самые жесткие манипуляторы. Вы сейчас жертва и манипулятор. Вы просто это в себе не видите. Но если бы вы это увидели, вы бы охренели, насколько вы давите своей жалостью, вот этой несчастностью, слабостью. А он просто в шоке. Он вас хочет прям прибить за это. Ну, типа, ну хватит уже так себя не любить. Ну, хватит уже себя так принижать. Ну, почему ты разрешаешь влезать в свои границы? Почему ты разрешаешь, разрешаешь, чтобы я тебя так жестко ненавидел? А все потому, что он пытается вас вот этому научить. Что начните учиться давлению. То есть все, что он вам показывает, все черты его характера, все его действия, все его слова, это вам нужно срочно прям впитать, как с молоком матери, да? Все впитать, понимаете? И начать использовать в вашей жизни, применяя на пользу. То, что будет приносить радость, любовь, энергию, гармонию, что будет вас делать гармоничным, целостным человеком. А вам, ну, как вы, получается, вот это не любите, а противоположность любите. Давайте сейчас пример. Моя любимая книжечка. Вот смотрите. Вот целая книжка. У одной стороны медали тиран, а здесь жертва. Вы считаете, что он тиран. Но он не может быть только одной стороной книги. Он и жертва одновременно. Ваша жертва, которыми вы манипулируете. Вы не можете быть жертвой одновременно. Вы еще и тиран. Вот вы целая. Вы целая. Вы не можете быть наполовину чем-то. То есть, сколько у вас ненависти, столько и любви. Сколько у вас игнора, столько же и коммуникации. Сколько у вас хорошего, столько и плохого. Ну, это если вот так вот разделять. Это ум разделил. На самом деле, это все целое, неделимое. Но мы решили это все разделить. Мы считаем, что правильные это вот, это нормально, да, неправильные это плохо. И тогда, ну, порвать эту книжку, вы не получите блокнота, или книжки блокнота. Вот. И вы не получите ни той стороны, ни той. Это просто обломки и руины ваших чувств, руины вашей жизни, понимаете? Это просто поломанные чувства, поломанные судьбы жизни. Просто потому, что вы не принимаете, что две половины, две стороны медали, это целое. Он не может быть тираном. Он настолько же внутри хомячочек, мягкий, который боится всего, но ему приходится обороняться и надеть вот эту маску тирана. А внутри это просто самый маленький, пушисто забитый ребенок. И вы просто должны ему показать этого ребенка и стать тираном. Но не его тиранить, естественно, и долбить его там. Вот. Ты опять сегодня мне что-то недовольный, высказал там и так далее. Нет, вы должны стать тираном по отношению к своим чувствам, к своим мыслям, к своей жизни. То есть, что такое тиран? Да, расписать. Там, это борщ, там много ингредиентов. сила, манипуляция, строгость, контроль. Напишите, что входит в абьюзера и в тирана? А если человек раздражает, так это мы, мы смотрим в зеркало и пытаемся себя растормошить, что обрати внимание на свое отражение. Это ты в зеркале, ты. Раздражает. Это то, что вы себя раздражаете. Причем, вы смотрели мои видео не один год, я точно знаю, что вы по-любому смотрели. И эти вопросы я уже разобрала тысячу раз. Почему вы их опять спрашиваете? Давайте, вы не слушайте, а пытайтесь услышать. Не просто слушайте, чай пейте, а внимательно, под запись. Мне приходится с ним общаться по работе, но общаясь с отвращением. Вот чем больше отвращения, тем больше вы нуждаетесь в нем, и он вам нужен, и вы в своей жизни его создаете, чтобы увидеть, что отвращает вас, что за чувство, какое, что он там делает. Он слишком мягкий, добросердечный какой-то, да, слишком такой неконфликтный вас это бесит, или что? Или наоборот, какой он? Вечно грубый? Ну, вам надо погрубеть, да, вот эту мягкость привести в гармонию. Вам нужно четко отстаивать свои желания и позиции. Если вы мягкая, как вода, то вы ничего не можете контролировать. Если вы мягкая, как вода, то вы приняли решение, а потом шалтай, как болтай, вот так. Ой, а может быть это, а может быть то, а может так, а может вот так, а может синенькую, а может красненькую, и не можете никак остановиться. А когда вы, а когда вы будете иметь твердый стержень внутри себя, то вы просто будете четко принимать решение. И когда вы приняли любое решение, неважно какое, например, сейчас я покрашу ногти, да, там, прозрачный цвет, я должна четко идти, и события подстроятся так, что у меня вдруг закончившийся лап найдется, полный бутылечек, события начинают складываться, как только вы четко приняли решение. Мягкий человек не может это сделать, его вот так шатает, и он не может никак свой мир подстроить гармонично под свои желания. Желания ваши подстраиваются сами собой, быстро и мгновенно, только вы принимаете решение. Ну вот, чтобы стать таким человеком, да, который, ну, все, я решил не думать, а просто вот сердцем потянуло, я вот хочу вот так, и не отступать от этой цели. Не думать, а может быть надо было по-другому, а может быть вот так, а вдруг не получится. Если вы так уже делаете, то вам не хватает вот этого стержня, да, и нужно этот стержень срочно, срочно, да, в себе найти, принимать решение, события подстроились. Вот у меня сториз был как раз, внимательно еще раз почитайте. Но пока вы не нашли в себе вот этого творца, который, вот я сказала, сделала, все, ничего не колышет, получится, не получится, не знаю, мир подстроится, я это точно знаю, и он подстраивается. Но как только вы будете сожалеть об этом, либо думать, не получится, он не подстроится. Вам будут приходить учителя, которые вас будут вот так в баранке гнуть и прогибать во все стороны, пока вы не научитесь гнуть баранки из своих чувств, гнуть баранки из своих решений, что я решил, и я просто как кремень не отступлю. Вас люди учат вот этому всего, ну как вы это не видите очевидных вещей, понимаете? Так, он запрещает общаться с друзьями, то есть он хочет что сделать? Я не люблю общаться с друзьями, получается? Нет, не получается. Мы не переводим на внешние действия, мы переводим на чувства. Когда он запрещает общаться с друзьями, что за этим стоит? Что он пытается этим сказать, показать вам? Он хочет, чтобы ты четко была его, и он тебя контролировал. То есть тебе не хватает четко понимать, что весь мир мой, и что я должна контролировать четко, чтобы никто никуда ничего не подевался, не подевался. То есть я должна контролировать, контролировать свои мысли. Так, я опять сегодня как шелтай-болтай. Я четко стою на своих целях, я четко приняла решение и стою на этом решении или нет. То есть он учит, ну это может контролировать, который вот только что про это рассказала. Это может проявляться вовне, да, по-разному, но вы всегда должны задать себе вопрос, за этими действиями лежит скрытый, как, за этими действиями лежит скрытый посыл. То есть все, что люди делают, вы не должны буквально, буквально определять. За этим есть скрытый посыл. Вот человек, который меня игнорит, там есть скрытый посыл, да, ну здесь понятно, он меня учит игнорировать. Он мне не пишет. Это не значит напрямую, что я ему не должна писать. Здесь скрытый посыл, займи своей жизнью, дура, хватит, хватит писать, там, и залипать в телефоне, у тебя дел миллион, ты жить не успел, у тебя море рядом, вон, путешествие, иди там, на машинах, покатайся, вон там, с парашюта, иди в Каппадокию, на шарах полетай, ну, какого хрена, ты сидишь, ждешь, там, переписываешься, время теряешься, жизнь мимо тебя проходит, вот, ты еще молодая, у тебя столько всего, нет, ты сидишь там и ждешь, а не попереписываться ли мне? Скрытый смысл, всегда задавайте вопрос, да, что за этим стоит? Это не значит, что я взяла, и перестала ему писать, нет, это значит, надо заняться собой, причем, ну, переслушайте вот это вот, кстати, самое начало, потому что я как раз, вот, вот это все вам зачитывала, и говорила, что за этим стоит, так, подсвети, пожалуйста, проблему со здоровьем, связанной с левой стороной, сначала пятка заболела, потом коленка, и левая часть поясницы, левая, да, это наше женское желание наше, естественно, пятка, это опора наша, то есть, мы на наше желание перестали опираться, и смотрим на других, то есть, мы начинаем наблюдать, что там нам другие бы посоветовали, с оглядкой на других, да, на их мнение, ты потеряла в себе вот эту опору, коленка, несгибаемость, да, и, возможно, какие-то подсказки тоже от мира приходят, но ты буквально их воспринимаешь, а не думаешь, что за этим стоит, и несгибаемо, упрямо, там, никому не веришь, вот я вот сделаю по-своему, и не хочешь видеть другие стороны каких-то, не хочешь видеть другие возможности, что можно по-другому, что черное, это не черное, а черное может быть и белым, и серым, и куча оттенков, целая палитра, это целое черное с белым, вот, а это два цвета, на самом деле, один, то есть, получается, неизгибаемость твоя, упрямство, нет стержня внутреннего, смотришь на других, то есть, твои желания сейчас отодвинуты, у тебя желания сначала других, а потом свои, ты подстраиваешься, ну, вернее, подстраиваешься своими желаниями под других, вот, и поясница, то же самое, это твоя опора, так, дай вечно мягкий, вот, тебе тиран пришел учить, так, контроль, запрет на все, общение с друзьями, одеваться, одеваться, как хочу, работать, ходить в спортзал, вот, что стоит за контролем, контроль, тебе надо научиться и понять, почему контроль это бесконтрольность, то есть, чем больше ты контролируешь, тем меньше ты контролируешь, чем больше контроль за своей жизнью, то бесконтрольно у тебя в хаосе жизнь, то есть, ты отпусти контроль за жизнью, и возьми контроль за своими мыслями, самое главное, все, вот так тебе надо переобуться. То есть ты не думаешь о том, о чем ты думаешь, но пытаешься контролировать внешние события, которые являются просто следствием уже твоих принятых решений, мыслей и действий. То есть все, что мы видим вокруг нас, это уже следствие, это уже произошло, это можно только принять. Но ты пытаешься контролировать то, что уже произошло и то, что уже ушло. В эту же секунду ушло все, что вот сейчас было. В эту же секунду все ушло. Куда его контролировать? Все, мы не можем, Ни будущее контролировать, ни прошлое контролировать мы не можем. Но мы можем контролировать мысли, с которых начинается всё, что вокруг нас происходит. Для этого мы должны понимать, как контролировать мысли. Мы должны в целостности, в гармонию приводить самый классный механизм, который я придумала, моё ноу-хау, которое я уже 7 лет рассказываю во всех книгах, как это делать, подсказываю трансформировать шаблоны. То есть контроль, бесконтрольность. Почему это одно и то же, как это начать использовать, где применять, как это на пользу. И всё, люди вовне перестанут вас контролировать, потому что вы перестанете. Вы думаете, вы не контролируете? Вы вообще всё пытаетесь контролировать. Ну, просто вы это не осознаёте, но вам нужно так, чтобы было всё по-своему, по-вашему. Если человек не делает, я про себя рассказываю. Если человек не делает, я начинаю контролировать. Ну как, я не говорю ему там чего-то. Я обижаюсь, я унываю. То есть я манипулирую своим состоянием. Ой, я обиделась, ой, неплохо. Ой, вообще там улыбнуться я не могу. У, Мина, вот у меня вот такая постоянно, потому что я расстроенная. Это манипуляция очень жёсткая над человеком. И вы манипулируете так всеми своим плохим настроением. И вы это можете контролировать. И спрашивать, и задавать себе вопрос своему уму. Сверху так как бы. А вот на чё я обижаюсь, да? Что мне показывают? А зачем мне это нужно? Как только вы понимаете, с какими подарками мы к вам пришли, что показали, какой опыт, как это использовать, всё, вам это уже, ну, это уже не ненавидится. Это любится. Вам уже это нравится. Потому что у вас целый ресурс новый в руках появляется, да? Который творит вашу реальность. Так. Так, так, так. Что такое похоть? Ну, гормоны, наверное, гормоны. Ничего ни плохого, ни хорошего нету. Ни в чём. В той же даже похоти. Как атомная энергия. Бомбу можно сделать, да? Убить всех людей. Можно обогреть электричество, компьютеры. Всё, что хотите, да? Атомная энергия, вот, пожалуйста. Ни плохо, ни хорошо, да? В чьих руках, как мы это используем и применяем? На пользу или во вред? Так вот, похоть, если она на пользу идёт, подумайте, да? Составляющие. Если вам непонятно слово, вы всегда представляете, что это слово борщ. В этом борще есть ингредиенты. И разложите слово похоть на чувство, как вы понимаете, да? И вот каждое вот это чувство примите и спросите, как это использовать, да? Где? Похоть там, может быть, это влечение. Хорошо. Где я могу... Чем я могу увлечься? Да? Куда я могу направить своё увлечение? Да я могу с собой увлечься. Увлечься вот этим мигом, наслаждаясь жизнью вот здесь, сейчас. Я могу увлечься чем угодно. То есть мы с вами не разбираем, как это сказать, первично вот то, что вот мы видим, да? А мы всегда задаёмся вопрос, что за этим стоит? То есть что такое похоть, да? Это чувство, которое букет чувств ещё каких-то составляет. И как эти чувства все надо рассмотреть по отдельности, по кусочку, так просто, так легче, проще. Вот. И это чувство потихонечку себе дать, по ложечке чайной. И потом это чувство развивать в себе, чтобы вы его ежедневно, ежесекундно использовали. Чтобы вас ввлекло на пользу то, что даёт энергию. И отворачивало от того, что забирает у вас энергию. То есть увлечение и, наоборот, не ввлечение должно соединиться. И оба чувства использоваться максимально на всю катушку одновременно. То есть вы должны увлечься сейчас моментом и полностью игнорировать всё остальное. Прошлое ненужное, обидное там ещё какое-то. Просто наслаждаться этой жизнью. То есть вам, если какие-то слова непонятны, да, просто вы разбираете. Я не понимаю людей, которые игнорят меня. Я же никого не игнорю. Пересмотри, пожалуйста, эфир. Я как раз-таки сегодняшний эфир про игнорирование моего человека. И я полностью разобрала весь этот игнор. Чему я должна научиться и какими чувствами я должна сейчас себя одарить просто. Впитать эти чувства, выдавать эти чувства, транслировать эти чувства. То есть я должна научиться игнорированию, которое у меня подавлено. То есть я это чувство игнорировать считаю плохим. Я всегда говорила, игнорировать что-то – это очень плохо. Я всегда считала, что игнор – это хреново. Никогда никого не буду игнорировать. Я всегда внимательная к каждому человеку, к каждому событию, людям. Вот крючкотворец просто. Мне нельзя игнорировать ничего. Ни одна мелочь мимо не пролетит. Это и контроль одновременно. Так мне надо научиться этому игнорированию. Зачем я всё подряд собираю? Зачем? Мне надо игнорировать прошлое. То, что секунду назад было и ушло. Вот это мне надо игнорировать. Мне будущее тоже надо игнорировать. Сейчас жить и создавать своё будущее в настоящем моменте, фокусируясь. Я могу игнорировать то, что мне не нужно. И вам этому надо тоже учиться. Как только вы этому научитесь, людей в вашем окружении, игнорирующих вас, не будет. Ну плюс, они же ваши зеркала, вы себя игнорируете. Вы свои чувства игнорируете. Вы игнорируете свои желания. То есть всё, что показывают вам люди, это ваше и только вас. То есть вы в минус этот игнор используете, потому что вы его подавили, не видите, не используете. И он работает против вас. Вам нужно достать этот игнор. Он тогда перестанет бесконтрольно игнорировать вас, себя. И вы потому что будете им обладать и его использовать. То есть всё, что мы не используем, оно работает против нас. Если мы это увидели, признали, начали использовать, мы отобрали бразды правления ума, потому что ум всеми этими чувствами, нашими ресурсами управляет без нас. И управляет зачастую в минус. Как только вы ума забрали это чувство, вернули его себе, начали использовать, всё, вы перестали себя игнорировать, перестали игнорировать свои чувства, перестали игнорировать свои желания, потому что вы игнорируете вообще то, что вам нужно игнорировать. Понимаете? Ну ещё раз вот на репите, вот четыре раза даже повторила. Каждый раз, когда какое-то чувство вам транслирует человек, подытожу, и ещё раз, вот прям чётко, приходит человек и игнорирует вас. Вы берёте и спрашиваете себя, чему он меня учит. А, он учит меня игнору, мне нужно научиться игнорировать. Значит, я игнорирую свою жизнь, себя, свои желания. Ну и всё, что можно жить, я это всё игнорирую, потому что игнор в руках у моего ума. Он это чувство использует ни хрена не на пользу мне, для себя на пользу ум использует. Я это не ум. Это тоже вы должны понять. Он использует этот игнор, и мне вредно от этого. Я забираю у ума этот игнор, рассматриваю, почему игнор — это круто, классно, как его использовать, и начинаю игнорировать всё, что мне мешает жить. Я начинаю игнорировать всё, что мне мешает радоваться. Я начинаю игнорировать то, что мне мешает наслаждаться этой жизнью, получать энергию, улыбаться, строить счастливые отношения, работу, игнорировать свои страхи долбанные, которые придумал ум. У нас всего два страха врождённых. Да, это страх высоты, хотя, не знаю, я не боюсь, может, я его уже переработала как-то, и страх неожиданного громкого звука, хлопка какого-то, резкого. Все остальные страхи вы придумали сами, потому что это ваш защитный механизм от чего-то, просто защищаться от нежелательных событий, которые на самом деле-то они вам желательны, но вы ни хрена делать ничего не хотите. Вы хотите, чтобы вам на блюдечке всё принесли, а я, ну, типа, ни при чём, и делать это не хочу. Вот поэтому я включаю якобы страх, которым я прикрываюсь. Так вот, мне надо научиться игнорировать свои страхи, которые надуманные. Для этого можно ещё включить ещё другие какие-то чувства, там, проконтролировать свой страх, а спросить, а что на самом деле-то я боюсь? А что за этим страхом стоит? Да, и проработать это. То есть весь смысл забрать это чувство, которое мне показывает моё зеркало, человек, любой. Это может быть дворник на улице, это может близкий человек быть, кто угодно. Всё, что меня зацепило, всё, что мне не понравилось, это самый главный знак. Так, срочно это полюби. Пока ты это не сделаешь, жизнь будет тебя бить сильнее, 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 сильнее. До тех пор, пока ты не сдохнешь. Вот, ну, не будем о плохом. Я вам советую всем приобрести книгу, она стоит, ну, не знаю, 690 рублей. Если бы не это, то ты точно был бы счастлив. Где про ум, забрать умочувство, да, про ум, как работать с умом, как трансформировать вот эти шаблоны, как переводить вот это вот неполезное, то, что транслирует человек для вас, в полезность вам, этот человек сразу поменяется, событие поменяется, вы поменяетесь, вы вырастите, это будет дополнительный ресурс для вашего счастья и радости, это ваша энергия. То есть, каждый непринятый, отрицаемый шаблон, который вы не принимаете, это кусок энергии, который вы просто давите, и эта энергия потом давит на вас. И вы потом такие, вау, что все так плохо? На самом деле, вам нужно просто востребовать эту энергию и пустить ее на ваши желания. И вот в этой книжке я как раз-таки даю пошаговую инструкцию. Кто ее уже приобрел, пожалуйста, перечитайте еще раз внимательно, вот после этого эфира. Возможно, вам откроется очень много другой истины, которую вы не заметили. И причем все мои книги трансформационные, кто читает, они все говорят, что хоть двадцатый раз читают, пятидесятый уже годами, каждую неделю перечитывают, а не настольный. Каждый раз новая информация. Возможно, этот эфир вам еще больше открыл глаза. Да, и я желаю вам всем счастья. И самое главное, то, что сегодня я проработала себя еще глубже, потому что я это все знаю, понимаю, умею. Да, вот. Но мне нужно было четко время сесть и отработать с листочком и с ручкой. Но я-то это все знаю, у меня в уме уже раз, и шаблон трансформировался. Вот. Но он так не работает. Пока я не посижу, глубоко не погружусь в этот процесс и не напишу рукой, да, мои нейронные связи ни хрена не поменяются. То есть пишите. Вы должны соединять действием, либо визуалом, какой-то картинкой, образом, ваш новый шаблон мышления, который будет работать по-другому. Поэтому вам обязательно не просто в уме нужно трансформировать шаблон какой-то или о чем-то рассуждать, а вы должны его привязывать к какому-то образу, либо действию. Вот когда я пишу рукой, я привязываю новую нейронную связь, формирую, которая укореняется в моей башке. Да, и я это уже запоминаю, начинаю действовать. И ум помогает мне. То есть мы можем из врага, ум — это враг, друга сделать. Но чтобы сделать друга из ума, нам нужно потрудиться и привести себя в гармонию, в целостность, согласиться со всеми чувствами, которые мы отрицаем, и со всеми вот этими шаблонами, словами, которые мы отрицаем. И тогда ваш ум будет просто сказочный помощник, который будет на раз, два, три. Ваше желание исполнять, вы только подумали, оно уже будет совершаться. Но только тогда, когда вы чисты, когда вы не тормозите себя. Дело в том, что нам ничего не мешает, по сути, как Творца, творить любые наши желания и ту реальность, которую мы хотим. Ничего не мешает. Препятствия создаём только мы своими шаблонами, потому что считаем, что это плохо. Мы отрицаем это, как стеночки ставим вокруг себя, да, и не можем пройти, потому что, ну, это плохо, это плохо, это плохо. Как я туда пойду? Как я могу создать своё желание, если половину, ровно половину моего желания — это плохо? Книжка называется «Если бы не это, то ты точно был бы счастлив». У меня в этом... Если это видео попадёт на YouTube, то я оставлю ссылку. Вот. А если это вот здесь в Instagram, я сейчас попытаюсь сохранить. У меня первые три поста закреплённых. Там все мои книжки. Пишите в личку, дам ссылку. Всё. Я очень рада была с вами потрансформировать, поработать. Я очень глубоко сейчас просто погрузилась в эту тему. Одна я не могу. Вот классно, когда кого-то рядом садишь и начинаешь вместе рассуждать. Такая глубина идёт. Поэтому всегда ищите себе бадди, друга, ментора, не знаю, кого угодно, подругу. Садите рядом и начинайте рассуждать, да. Помоги мне отыскать. Может быть, я что-то не вижу. Ну вот. Вот что в этой ситуации ты видишь, да, что он мне может показать. Это будет круто. Одному тяжело фокусироваться. А когда вдвоём, всегда настройка энергии больше. Один плюс один – это не два, это одиннадцати, да. И ваша энергия умножается в прогрессии. И этой энергии хватит на трансформацию. Поэтому всегда ищите себе партнёра. Всё. Целую вас, обнимаю. Подписывайтесь в мой телеграм-канал. Потому что здесь вообще редко. Видеоканал телеграм. И там что-то буду кидать. Всё. Пока-пока. Целую, обнимаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова